Размах работ по благоустройству в Красноярском крае заметен как жителям мегаполиса, так и районов. Облагороженные парки и скверы, чистые, красивые набережные, новые площадки для спорта и отдыха, хорошо освещенные пешеходные зоны. Все это воплощается в жизнь благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Началась масштабная реконструкция еще в 2019 году. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены 48 общественных пространств и 454 дворовые территории. На начало ноября 2020-го устроители практически полностью выполнили годовой план, завершили работы на 196 дворовых территориях и в 49 общественных пространствах. К концу года все объекты будут введены в строй. Одна из жемчужин Красноярска — Ерыгинская набережная. Здесь завершается второй этап благоустройства. В течение года обустроили лестницы, подпорные стены, велосипедные и прогулочные дорожки. Появились спортивные и игровые площадки, установлены ограждения, опоры освещения, фонари. Высажены новые деревья и кустарники. Сейчас завершаются работы по строительству амфитеатра, большой террасы у воды, навеса для проката инвентаря. Также будет сооружен нестандартный фандус со смотровыми площадками. С точки зрения общего вида и уже каких-то более современных, в том числе архитектурных решений, это просто следующий шаг. Интересные вот такие небольшие, но очень своеобразные ландшафтные решения. Вот там есть нос корабля, кто-то это понял именно так, кто-то прочитал по-другому, но это не спорит с природой. И что очень важно, здесь стало больше тепла в таком духовном смысле этого слова. Помимо этого, завершены работы по очистке Абаканской протоки реки Енисей. Мероприятия проводились на площади 180 тысяч квадратных метров. Разобрали искусственно созданные насыпи, из-за которых застаивалась вода. И вывезли более 420 тонн подсушенных водорослей. А вот набережная Девногорска стала лучшей в престижном конкурсе дизайна. В номинации «Городская среда» она набрала наибольшее количество голосов, обогнав даже столичные парки и скверы. Конкуренты были серьезными, но, как оказалось, менее привлекательными. Участниками регионального проекта формирования комфортной городской среды являются 27 городских округов и городских поселений края. По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в 2020 году победителями признаны город Назарова и город Заозерный. В 2021-2022 годах новые комфортные городские пространства появятся в Канске, Бородино и Кодинске. В Шарыпово в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда» в парке энергетиков появились асфальтированные аллеи, новое освещение и скамейки, детская и спортивные площадки. Мы участвуем в проекте не первый год. В этом году на сумму свыше 14,5 миллионов мы выполняли работы на данной территории в парке энергетиков. И дополнительно были выделены средства свыше 6 миллионов рублей в парк Победы. На мой взгляд, получились очень интересные, удобные, красивые пространства. В Балахте парк «Елочки» отреставрировали бы костиле. Для детей сконструировали качели и городок с полосой препятствий. В качестве основных работ благоустроили пешеходные дорожки, установили освещение и малые архитектурные формы. Уполнительная работа это была у нас по очистку парка от нашей растительности. Если мы сейчас заходим в парк, то мы видим по левой стороне абсолютно заросший парк, тот, который, так скажем, вошел в проект, а по правой стороне мы уже видим тот парк, который абсолютно просматривающийся, дышащий. По соседству благоустраивается переулок Юбилейный. На реализацию этого проекта было выделено 50 миллионов рублей. Планируется, что к 2024 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» каждый третий житель края будет принимать участие в решении вопросов развития городской среды в своем населенном пункте. Да и сейчас таких неравнодушных горожан немало. Если здесь все прилично сделать, причесать и убрать всю ротруху, которая там находится, там всякие заброшенные здания, тут бы и народу было намного больше. Благоустройство территорий края по национальному проекту «Жилье и городская среда» находится на личном контроле Александра Уса. По мнению губернатора, результаты работ в полной мере должны удовлетворять пожелания людей и подчеркивать уникальность сибирского региона. Большая все-таки ориентация на местных производителей, что касается так называемых мафов, уличного освещения и всего того, что можно здесь применять. Это более качественное проектирование, причем использование того, что мы называем региональной идентичностью. Редактор субтитров А.Семкин